Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Что за день понедельник? Сплошной динамит. Тяжёлый понедельник. Ну что ж, добрый день. С полным правом говорю добрый день. И те, кто обедает, приятного аппетита и удачного вам дня. С вами Елена Овчинникова. У нас начинается второй час работы, тему мы меняем кардинально. Ну что ж, тема обозначена так. Преступление и наказание. Почему экс-депутат Сергей Лузянин объявил голодовку? Естественно, тема будет связана не только с этим. Она будет активно расширена. Мы узнаем очень много интересных фактов из биографии Сергея Евгеньевича. И кто-то скажет, что Лузянин, собственно, становится у нас едва ли не звездой эфира. Но вынуждены сказать, да. О Сергее Евгеньиче мы говорим достаточно часто. И, казалось бы, вот он там совершает какие-то движения, чтобы привлечь к себе внимание. Но, как выясняется, он совершает движения не чтобы привлечь к себе внимание. А я так понимаю, что разговор уже на сегодняшнем, на сегодня уже разговор идет. Он предпринимает множественные движения для того, чтобы себя определенным образом обезопасить. В том числе и от деятельности закона, я бы так сказала. И да, прежде чем представить нашу гостью, которая в нашей студии находится. Напомню, мы работаем на частоте 101.0 FM. Идет онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция. Вы можете посмотреть на сайте. Телефон на прямого эфира 708-502-708-502. Звоните. Нам всегда интересно ваше мнение, ваше предположение. Очень интересны ваши вопросы. Номер для СМС 8909-720-101.0. И что ж, начинаем работать. Я представляю адвокат Сергея Евгеньевича Лузянина, Наталья Аркадьевна Шмарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте к вопросу о голодовке. Значит, вот передо мной лежат исходные данные. Написано, что две недели назад Лузянин объявил голодовку и продолжает голодать до сих пор. Это факт? Да, 4 августа Сергей Евгеньевич написал заявление об объявлении голодовки. И на сегодняшний день информации о том, что он голодовку прекратил, нет. Подождите, то есть уже более 10 дней он голодает. Дальше состояние заключенного уже может быть вообще. Сергей Евгеньевич возрастной человек, это не юноша. Есть проблемы с сосудами, есть проблемы с суставами, есть очень много. Определенное время голодовка может пойти на пользу здоровья. Сейчас голодовка может уже идти откровенно во вред. То есть это как? Никаких движений не предпринимается? Движения предпринимаются, то есть поданы в различные органы жалобы, которые могут прекратить в том числе голодовку Сергея Евгеньевича и восстановить его нарушенное право. Потому что такой активной позиции он других способов не видит, поскольку в данном случае нарушаются его права. Ну вот сейчас, наверное, подумают люди, а возьмёт он там и от голода помрёт. Но он пьёт хотя бы? Да. Пищу он не принимает, воду пьёт. Но это очень тяжело. Я просто пыталась как бы побыть в состоянии голодовки. Первые-вторые сутки это чудовищно тяжело, потом делается легче, потом начинается состояние немного апатии. И уже как-то так тоже забываешь, что существует еда, но это крайне вредно для здоровья. Я буду не права, если не задам вам вопрос. Сергей Евгеньевич уже не впервые объявляет голодовку. Когда его привлекали, он был осуждён, потом был оправдан Верховным судом. Это история, связанная с телефонами, опять же, с центральным рынком, опять с теми же самыми фамилиями. Это Вадик Сабреков, тот самый вор в законе, которого больше известен как Чебурашка и так далее. Были предъявлены обвинения, и вот Узянин объявлял голодовку. И как-то была распространена активная информация, видимо, сами же сотрудники полиции постарались. Эта голодовка была такая, откровенно её не было. То есть, когда его приводили на допрос и так далее, его подкармливали. Подкармливали очень активно. И поэтому это была какая-то такая, знаете, ситуация не очень чистая, не очень всё. Я так понимаю, что многие люди, которые Сергея Евгеньевича, мягко говоря, недолюбливают, сегодня говорят, фу, это фикция. Вы видели его? Он на самом деле голодает. Да, он действительно голодает. Это же резкая потеря веса, значительная. Я так думаю, что за эти 10 дней он минимум килограммов 10 уже должен бы потерять. Ну вот в пятницу Сергей Евгеньевич озвучил, что 8 килограмм он потерял. Ну вот примерно да. То есть за 10 дней. Я знаю объёмы, да, когда человек уходит на такое голодание, на суровое. То есть это не мнимое, это реальное. С чем связано? Это связано с тем, что Сергей Евгеньевич считает, что его намеренно привлекают незаконные дисциплинарные ответственности. В частности... Расшифруйте, пожалуйста. Что значит незаконно привлекать дисциплинарные ответственности? Во-первых, что такое дисциплинарная ответственность? К чему его привлекают? Это нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые якобы Сергей Евгеньевич нарушил. Ну, мы как-то, вы знаете, одно время мы даже потешались по этому поводу. Это было достаточно смешно, когда он написал заявление на УДО, и вдруг посыпались у него замечания, нарушения. То есть в бороде с кем-то он, значит, не поздоровался. Там, значит, что-то ещё были какие-то проблемы. И это было достаточно... Я помню, у нас люди в эфире удивились. Слузянин, с бородой, и, видимо, пытались представить. Но я помню, что он отстоял разрешение на ношение бороды. Было снято с него, да, вот это вот как бы... Что-то он там с кем-то не поздоровался опять. Ну, то есть вот буквально скоро, значит, вот суд, да, по его заявлению о УДО. И прямо вот как из рога изобилия посыпались замечания. На эту тему говорили с Сергеем Носковым. Это была история. А что-то ещё, новые какие-то у него появились, что-то? За период содержания в СИЗО с 27 июля 2015 года до 4 августа у Сергея Евгеньевича трижды нашли запрещённые предметы. Это обломки лезвий. И в этой связи он был привлечён как раз в дисциплинарной ответственности. То есть в виде помещения в ШИЗО. И последнее... ШИЗО, расшифруйте, пожалуйста. Штрафной изолятор. Штрафной изолятор. То есть у Узянина находили обломки лезвий. Во-первых, для заключённого. Что такое обломок лезвия? Ну, это любой кусочек лезвия. Металла. Металла, да. Вопрос, зачем он нужен? Кого-то можно напугать, перепилить решётку, взломать замок, стену расковырять, типа граф Монте-Кристо. Я просто не представляю, что можно сделать с обломком лезвия бывшему директору Центрального рынка и депутату Законодательного собрания. Я думаю, что бывшие заключённые, наверное, улыбнутся. Наверное, с этим можно что-то сделать. А вообще, что можно сделать с лезвием? И главное, по мнению администрации, у Узянина-то какие цели были? Что он весь тут в лезвиях, как байкер, рокер. Зачем ему? Я тоже не знаю, зачем ему лезвие. Сергей Евгеньевич тоже не знает, зачем, поскольку он утверждает о том, что запрещённых предметов он при себе не хранил, и каким образом они оказались у него в вещах, поскольку он содержится в камере один и постоянно находится под видеонаблюдением. Соответственно, извне эти лезвия попасть могли. Материализоваться, ну, странно. Ворачивание философского камня в вещах у Узянина. То есть, насколько я понимаю, ситуация выглядела так, когда его помещали в СИЗО. Перед тем, как поместить, у него в вещах нашли... Ситуация такая, что 27 июля. И вы топируют из ИК-5, города Кирово-Чепецка. Это колония общего режима. Это хорошая колония. Там была, там есть производственная база, там есть цеха, там есть обучающая программа, там храм на территории. Вот такая, на мой взгляд, такая, знаете, более или менее современная тюрьма. Чисто, ну, бог с ним. То есть, он содержался на пятерке в Чепецке. Да, в пятой колонии. Соответственно, его этапируют в СИЗО-1 для того, чтобы... За что? Для того, чтобы в последующем этапировать ВК-17 города Мутнинска для дальнейшего отбывания наказания. Его этапируют в СИЗО-1. У таков порядок, установленный, соответственно, напрямую. Из одного исправительного учреждения в другое осужденных не этапируют. Смысл этапирования, там какая-то переформатация идет исправительных колоний. Зачем его этапировали из пятой в семнадцатую? Пятую колонию расформировывают. То есть, там сейчас не будут отбывать наказания осужденные, которые назначены наказанием в колонии общего режима. И в этой связи Сергея Евгеньевича этапировали уже в колонию ИК-17. В соответствии с законом его, значит, из ИК-5 поместили в СИЗО. Да. И там нашли лезвие? То есть, при этапировании в СИЗО был тщательно досмотрен непосредственно сам Сергей Евгеньевич. Его личные вещи, находящиеся в сумке. И когда он прибывает в СИЗО-1, в личных вещах, находящихся в сумке, находят осколок лезвия. Сергей Евгеньевич утверждает о том, что он данной сумке не прикасался, сумку не открывал, а конвой при этапировании в пятой колонии досматривал сумку без его участия самостоятельно. Ну, подождите, логичный вывод. Либо, ребята, вы плохо смотрели, либо это лезвие материализовалось как-то так в процессе недлительного его передвижения, этапирования. То есть, вопрос-то такой, вы знаете, это даже, грубо говоря, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. То есть, одни досмотрели, ничего не нашли, другие досмотрели, ба-бах, у тебя лезвие. Ах ты гад какой. По факту вот так получается. Получается. То есть, он находится в камере. Вы сказали, все время видеонаблюдение. Все время видеонаблюдение. Он выходит из камеры, и у него что его снова? Снова проводит обыск плановый утром 4 августа. Находит в личных вещах снова обломок лезвия. Сергей Евгеньевич после этого пишет заявление об объявлении голодовки, поскольку не согласен с данными действиями сотрудников. И после обеда при внеплановом проведении обыска вновь находят, но уже в кармане куртки, также обломок лезвия. У меня слов нет. У меня нет слов. Реально, понимаете... Давай в глаза все божие. Непонятна ситуация. Как? Откуда? Человек все время находится под наблюдением. Он что, как-то рожает эти лезвия? У меня в организме они прорастают, как зубы молочные. Что? Как возможно? Вы задавали вопрос? Ребят, как? Вы досматривали. Вы все. Откуда взялось-то? Сами-то понимаете. Но это же на уровне, не знаю, мне кажется, издевательства. Причем откровенного издевательства. Но нам тоже непонятно, каким образом происходит все это. В этой связи были поданы жалобы по данным фактам в прокуратуру Кировской области, в ОФСИН, в УФСИН. Ну вот, ждем результат проверки. Наталья Аркадьевна, я вас немножко поймаю. Действительно ли вам непонятно, откуда взялись эти лезвия? Или это адвокатский прием? Я думаю, что, допустим, мне сказать, что... Я не понимаю, откуда взялись. Я бы не сказала. Я бы сказала, что я... Ну, у меня есть предположение. Эту загадку, я на эту загадку знаю. Ответ, это мое предположение. Я не буду озвучивать для того, чтобы... Ну, меня могут... И туда же найдут у меня наркотики и те же лезвия. Ну, тоже может быть. То есть я так думаю, что у вас есть ответ на вопрос, откуда же у него взялись эти лезвия. Я думаю, что у всех слушателей тоже есть ответ на этот вопрос. Ну, поскольку Сергей Евгеньевич также не понимает, каким образом эти лезвия оказались у него, а моя позиция должна быть в соответствии с позицией моего подзащитного, в этой связи я эту позицию озвучиваю. Но внутри совершенно четкое понимание, откуда они взялись, эти лезвия. Вопрос. Зачем? Этот вопрос мы задаем Сергею Евгеньевичу уже на протяжении многих лет, ой, дней, прошу прощения, и вот ответить на него ответ не находим. То есть когда нашли второе лезвие, он написал заявление о том, что объявляет голодовку? Да. И как отреагировала администрация? Спустя несколько часов проводит внеплановый обыск и находит еще раз обломок лезвия. Вот это была реакция администрации. То есть, видно, не доел лезвие. Я, я, нет, это, это, это абсурдная абсолютно ситуация. Вот, нет, вы знаете, действительно, есть какие-то методы приема борьбы и все. Ну, когда ты становишься действительно смешным, ты становишься действительно смешным, вот, и смешной в этой ситуации не лузянин, вот, а люди, которые все время находят эти лезвия, вот, это забавно. Так, он объявил голодовку, они находят у него лезвие и? По результату последнего... Говорят, да не ешь ты, господи, больше останется. Баба с возу кобыли легче или как там? Сэкономим на питании? Результат последнего, вот, как раз, нахождения лезвия Сергей Евгеньевич помещен в единое помещение камерного типа сроком на 5 месяцев. И в настоящее время отбывают наказания в данном помещении. Теперь давайте попробуем расшифровать слова, которые вы произнесли. То есть, слова-то я понимаю, а вот все вместе-то... Значит, итак, он был перевезен в СИЗО, да? Да. Вот, где нашли лезвие, до и после, в конечном итоге, три обломка. Все верно. Значит, после этого он был снова этапирован. Он снова был этапирован, но уже в исправительную колонию номер 6. Минутку, поясните, пожалуйста, что такое колония номер 6? То есть, я так понимаю, что это не колония общего режима? Да, в колонии, в данной колонии отбывают наказания осужденные к лишению свободы особого режима. Особый режим. Это даже не тяжелый режим, это особый, так называемый, полосатый, да? Да. Вот, это ребята в особых условиях содержания. Если я не права, поправьте меня, пожалуйста, пожизненные там же содержатся? Нет, пожизненные. То есть, есть особая, ну, это рецидивисты, это особая жестокость, это все. И Лузянин, осужденный приговором суда, совершенно четко и внятно написано, к, значит, нахождению в колонии общего режима. Он сейчас уже сколько дней он в колонии особого режима находится? Четыре дня. Четыре дня, особый режим. И я знаю, вы были у него в пятницу. Да, было. Как он воспринимает, что он говорит по этому поводу? Ну, он также возмущен тем, что он сейчас находится в данной колонии. В этой связи в срочном порядке были подготовлены жалобы как раз на данные действия администрации учреждения. То есть, данные жалобы поданы в областную прокуратуру Кировской области и, соответственно, в управление Федеральной службы исполнения наказаний. Потому что на лицо нарушение, то есть учреждение напрямую изменило вид режима осужденному. Хотя, согласно Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, это может сделать только суд. Кроме того, в настоящее время Сергей Евгеньевич единственный осужденный, которому назначено наказание в колонии общего режима. И, соответственно, вынужден содержаться в едином помещении камерного типа 1, что также нарушает его права. Ну, вот в этой связи были поданы жалобы. Надеемся, что в ближайшее время данные нарушения будут устранены и права будут восстановлены. Вы знаете, по иронии судьбы, не так давно я занималась вопросом возможности размещения человека, осужденного, допустим, определенный срок в колонии общего режима и так далее. И стоял вопрос, у нас есть женские колонии, так называемая колония для первоходов и второходов. Второходы — это повторно осужденные, неоднократно осужденные женщины. Колония, по-моему, находится в Котельниче. И мы когда разговаривали, мне сказали, что человек, если впервые осужден, но попадет в ту колонию, то у всего руководства УСИН будут очень большие неприятности на грани отстранения, увольнения. В общем, и вот так вот. Простите, пожалуйста, здесь разговор идет не о том, что сменили режим, а о том, что, допустим, впервые осужденные должны находиться в колонии, допустим, в Восточном. Осужденные повторно отправляются в Котельнич. Это может для сотрудников УСИН быть очень серьезное наказание, если об этом узнают. А тут смена режима. Закон что говорит по этому поводу? Это как так? Ну, в случае того, если все-таки подтвердятся факты и будет установлено, что в данном случае администрация учреждения нарушила права, то есть, ну, тут можно уже говорить, наверное, о каких-то... Подождите, права или закон? Давайте уточним все. Нет, по человеческим меркам права Лузянина нарушены, это однозначно. Он находится в колонии особого режима. При приговоре суда общий режим. Я понимаю, да, права его по человечески нарушены, а закон разве не нарушен? Закон нарушен, и об этом мы как раз в жалобах и говорим о том, что Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, ну, видимо, не особо соблюдается сотрудниками. Ну, минутку. Вот, смотрите, вы сказали, есть ли они, я так понимаю, что вы имели в виду, что есть ли, значит, все проверки, в том числе, по-моему, жалоба поступила в прокуратуру от Лузянина, да? Да, в прокуратуру Кировской области. То есть сегодня, я понимаю, что руководитель правового центра Сергей Носков вместе с руководством УСИН, по-моему, да, поехал проверять? Да, сегодня как раз он находится в ЭК-6. В ЭК-6. Вот вы сказали, если они убедятся, простите, пожалуйста, что Лузянин может улететь из камеры, что-то еще, они приехали, Лузянин его нет. Ой, все вранье, он не был в шестой. Куда он может деться? Он вообще может деться, он может вообще дематериализоваться из вот этой камеры, в которой находится в исправительной колонии номер 6. Это как? Что значит, если это будет доказано? Это факт, он там находится. Он там уже находится. И вы там с ним встречались? Да, конечно. Как можно доказать обратное, что он там не находится? Нет, доказать обратное невозможно. Невозможно. Сейчас стоит вопрос все-таки о том, что единое помещение камерного типа, оно находится, несмотря на то, что в колонии, в самой колонии, но тем не менее, скажем так, в неком отдалении от других осужденных, которые отбывают наказание в ЭК-6. То есть, грубо говоря, лузянин осужденный на общий режим с людьми, которые осуждены на отбывание наказания в особом режиме, он с ними не встречается, не общается, ничего. Вы говорите об этом? Да, не контактирует. Не контактирует. Одну минутку. Но я так понимаю, что даже вот это вот отдельное помещение, где находится лузянин в гордом одиночестве, не общаясь ни с кем, не контактирует, все-таки режим содержания заключенных, даже в этой отдельной камере, он же все равно, собственно говоря, в тех тенденциях, что присущи зоне особого режима, а не общего. Это свидание, передачи, ведь это так. Безусловно. Нарушение налицо, вот поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время Сергей Евгеньевич будет отбывать наказание в той колонии, в которой режим установлен ему приговором суда. И давайте повторимся. Значит, за то, что в течение недолгого времени у него нашли три обломка лезвия, которые, как вы сказали, никто не знает, откуда, ни вы, ни сам лузянин не знают, откуда взялись. И то есть трижды обыскивание. Я говорю, ну, либо так искали, либо ответ на поверхности. То есть за это он получил наказание пять месяцев? Пять месяцев содержания в едином помещении камерного типа. Это не ШИЗО? Нет, это более жесткие условия содержания. Такие камеры есть в колонии 17-й, вот общий режим там есть такая? Есть. Она же переполнена, как парная в бане. Я не поняла, а почему так? Руководство-то, сами-то служащие чего говорят? Почему надо было этапировать в шестую, а не в семнадцатую? Я не могу ответить на этот вопрос, вот информации такой у меня нет. Ну, то есть взяли, перевезли. У нас, кстати, праздный вопрос. На территории Кировской области у нас есть места лишения свобод для пожизненно осужденных? Вот я знаю, когда-то очень давно у нас были, и даже вот расстрельные вот эти вот были. Сейчас нет у нас для преступников осужденных пожизненному? Нет. Сейчас, насколько мне известно, на территории Кировской области такие осужденные не отбывают наказание. А то туда бы отправили. То есть, короче, сейчас Луизианин находится в таких условиях, что хуже уже некуда. Это уже даже не... Это вот самое тяжёлое, что существует из того, что вот самое тяжёлое испытание, которое можно ему предоставить. Или вы трактуете это по-другому? Нет. Вы, безусловно, правы. То есть, в настоящее время это самое тяжёлое. Давайте попробуем разобраться, хотя у нас, в принципе, остаётся несколько секунд до перерыва, но я озвучу свой вопрос. Давайте попробуем разобраться, за что. За что такие напасти, за что такие проблемы. То есть, в любом случае, существуют два объекта, вернее, два субъекта. Сергей Евгеньевич Луизянин и уже, значит, организация УФСИН. Правильно, это Федераль, да? Исполнение наказания. УФСИН. Вот. То есть, берём две, значит... И если мы сейчас говорим про Луизянина, что он страдает, что он наказан, и наказан, скорее всего, противозаконно и даже противоестественно, на мой взгляд. А может быть, он это заслужил? То есть, может быть, у УФСИН есть совершенно жёсткая позиция, что Луизянин, ну уж такой прям, такой прям нехороший-нехороший человек. Что, вы знаете, все должны хлопать в ладоши, потому что он там находится. Вот. Вот. Может быть, мы что-то не знаем из тех событий, которые происходили. Может быть, Сергей Евгеньевич страдает не безвинно, а заслуженно, как бы. Может быть, он действительно что-то такое совершал, что сотрудники УФСИНа, напрямую идя на нарушение закона, поступают с ним подобным образом. Ну вот такой вот непростой вопрос. Я сейчас скажу, что мы уходим на перерыв. Буквально минута мы прервёмся и вернёмся. Подумайте. То есть, это очень непростой, на мой взгляд, вопрос. Ну что ж, перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Ну что ж, мы продолжаем эфир. В студии Елена Овчинникова и моя гостья Наталья Аркадьевна Шмарова, адвокат Сергея Лузянина. Напоминаю, наш прямой телефон 708-502 и номер для СМС 8909-720-101 и 0. Сегодня мы говорим о экс-депутате Законодательного собрания Сергея Евгеньевича Лузянина, который, по мнению многих, он уже едва ли не звезда нашего эфира. Да, мы говорим часто и достаточно часто. И другие СМИ говорят о Лузянине, но здесь события, носящие такой, мягко сказать, двойственный смысл, двойственный характер. Поэтому интересно, что же происходит. И мой вопрос, который я перед уходом на перерыв задала Наталье Аркадьевне, звучал так. Вообще, по журналистским законам всегда следует рассмотреть позиции обеих сторон. Вот позиция Сергея Евгеньевича, нам понятно, лезвия не было, не нарушал, не это самое. Он считает, что все, что с ним творится, это беззаконие, творят произвол, беззаконие и так далее. Позиция УФСИН. Позиция УФСИН по этому вопросу. Очень хочется знать, потому что, может быть, у них есть какие-то очень веские основания. Основания именно вот так вести себя с Сергеем Евгеньевичем Лузяниным. Именно так делать вид, что Лузянин как-то аккумулирует, как-то рожает, как-то вегетативно отпочковывает от себя эти обломки лезвий. Вот, то есть, ну, как бы, может быть, есть тому основания, может быть, мы должны, знаете, сказать, да, слава богу, такой человек такого качества, это ему достойное наказание. Что, в принципе, очень многие и делают, потому что у Сергея Евгеньевича достаточно много врагов осталось в этом мире, и заслуженные, и незаслуженные. Ну, то есть, человек, это абсолютно неоднозначный, вот, поэтому вопрос. Известно ли вам мнение второй стороны, то есть УФСИН, вот, вы как адвокат, наверное, знаете, что происходит, за что, что, вот, что бы служил первопричиной-то? Ну, Сергей Евгеньевич был этапирован ВК-6 в единое помещение камерного типа на 5 месяцев в связи с тем, что у администрации учреждения имеется информация о намерениях Лузянина занять лидирующее положение среди осужденных с целью оказания противодействия администрации исправительного учреждения. Подожди секундочку, я попробую перевести это на язык, понятный людям, которые не сидели, и людям, не легко владеющим юридическим языком. То есть, вот, бывая в пятой колонии, вот, есть бараки чистенькие, есть клуб, есть храм, вот, и есть территория за таким, знаете, мощным забором металлическим, где такая серая, злобная, вот, агрессивная масса, я видела этих людей, вот, так называемые отрицалы, ну, переходя на язык понятный, так называемые отрицалы, люди, которые не соглашаются на сотрудничество с администрацией, люди, которые не согласны, значит, соблюдать режим учреждения, имеется в виду, вот, их, да, вот, на этот контингент Лузянин, он их решил возглавить на, с какой-то целью, да? По мнению учреждения... Как слова вы сказали, выписали, повторите еще раз, пожалуйста. То есть, Лузянин намерен занять лидирующее положение среди осужденных целью оказания противодействия администрации исправительных учреждений. То есть, вот, те, которые противодействуют, он вообще стал, решил стать лидером этих людей. Да. Это очень интересная история, потому что любое свое движение, Лузянин, как и тогда, будучи директором центрального рынка, его же еще, помните, пытались привлечь по экономическим показателям, да, что вот там деньги и все, вот, что суд не принял, потому что каждое свое движение Лузянин осуществлял только так. Заявление, подписи, согласие депутатов Думы, главы Думы, все, каждое его движение было согласовано с администрацией города. Здесь я понимаю, что каждое свое движение Лузянин вначале ставит в известность прокуратуру. То есть, ну ведь это правда, да? Да. Сейчас мы расшифруем, какие движения он совершал. То есть, абсурдность этой фразы, то есть, Лузянин при поддержке прокуратуры решил возглавить вот эту команду, отрицал вот этих несогласных с режимом к людям, которые готовы на бунт, люди, которые готовы выражать несогласие, неподчинение. То есть, это достаточно агрессивная такая составляющая. Я правильно понимаю? Правильно, и вот как раз... Ну, это абсурдно. Лузянин при поддержке прокуратуры решил возглавить, занять лидирующие позиции. Пахан такой, и прокуратура тут рядом, и стопочка заявлений, и стопочка ответов из прокуратуры. И то, значит, Лузянин, он тут главный. Смешно. Ну да, потому что при общении с Сергеем Евгеньевичем он никогда не высказывал данные намерения. Он принципиальный человек и активно реагирует на нарушения своих прав, а также прав осужденных. Но при этом, как раз вы и сказали, что пользуется законными методами отстаивания прав, и никаких противозаконных действий в отношении администрации он не совершал и не собирается совершать. Нет, то есть он не демонстрирует своего недовольства каким-то поведением. Он не отказывается от работы, он не саботирует там какие-то мероприятия. Он вот не это самое. То есть, первый, можно оценить как саботаж, это его отказ от еды, это голодовка. Можно сказать, что это некое саботирование, но это его решение, и его стоит, наверное, уважать. Любое движение, которое он совершал, жалоба в прокуратуру, ожидание ответа из прокуратуры, проверка прокуратуры. И, соответственно, насколько я понимаю, он совершал достаточно много движений. И, как выяснилось, с точки зрения закона он был абсолютно прав. Давайте перечислим, потенциальный лидер вот этого вот людей этих, которые относятся к Атрисалу, потенциальный лидер Луизианин, гипотетически, значит, он обращался в прокуратуру с жалобами на что? Давайте изначально разберемся. Ведь он, когда он начал, мы выходили в эфир с этой историей, он начал защищать не только свои права, но и права всех заключенных. Первая жалоба была, это борода или больничные листы, и с чем это было связано? Первая жалоба была как раз по поводу того, что не выписывались больничные листы осужденным, которые, ну, по состоянию здоровья не могли работать. Данная жалоба была проверена, прокуратура нашла в этом нарушение, и, соответственно, в настоящее время всем осужденным, бывающим наказанием, выписываются больничные листы. Ага. То есть, нет, подождите, больничный лист ведь оплачивается не у всем. Это ведь другие структуры платят, правильно? Давайте так, насколько я понимаю, Луизианин был устроен на работу, он был трудоустроен, причем ненасильственным образом, он сам выразил желание, он работал стопняком. Да. И у него было болезненное состояние, как раз связанное с уставами, он находился в больнице, и когда выписывался, он задался вопросом. То есть, он болел, почему ему дали справку, а не больничный лист, на тот период, что он находился в больнице. И если он работает, есть какая-то мизерабельная зарплата, то есть, пожалуйста, прочитайте мне больничный лист в соответствии с существующими законами. Я правильно говорю? Все верно. Рассуждения были такие. И то есть, прокуратура провела проверку, и признали права Тулуизянина. Да. И теперь все заключенные, которые болеют, реально болеют, да, они теперь имеют полное право на оплачиваемый больничный лист. Все верно. Слушайте, такая обида, а это, вы знаете, я что-то вот за историю я такого не помню, что у заключенных какие-то больничные листы, и тем более оплачиваемые. Не помню я такого события. Какая жалоба еще была? Я, кстати, вот радиослушателям скажу, что когда я разговаривала с защитой, с прокурорскими работниками, мне сказали, там жалоб там и уже, просто уже огромное количество. Он жаловался, по-моему, вы мне говорили, по технике безопасности. Да, то есть чтобы на видах работ, где необходимо соблюдение техники безопасности, чтобы данные нормы соблюдались, тоже был написан в прокуратуру Сергеем Веденичем, жалобы. Данные жалобы также прокуратурой были рассмотрены, и также были как раз приведены вот эти работы в соответствии с нормами техники безопасности. Я не могу сейчас вам сказать точно, какие работы, поскольку данной информации не располагаю, но, тем не менее, вот эти действия были совершены, опять же, в защиту прав всех осужденных. Второе попадание. Третье. История с бородой, по-моему. Да, третье наказание, отбывая наказание Сергея Евгеньевича ВК-17, было привлечено к дисциплинарной ответственности в виде устного выговора за то, что имел на лице щетину. То есть данное наказание мы обжаловали в судебном порядке. Суды первой апелляционной инстанции услышали наши доводы, признали их законными, поскольку нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, которые якобы, по мнению администрации, были нарушены Сергеем Евгеньевичем, не было. Поскольку данными правилами разрешено ношение усов и короткой бороды осужденными, а щетина, ну, как мы понимаем, это естественный рост бороды. Это борода на старте. Ну да, и другого, скажем так, процесса отращивания бороды просто-напросто не существует. И данное решение об объявлении устного выговора было признано незаконным и отменено. И сейчас осужденные могут смело отращивать бороду. Так. И, то есть, на сегодняшний день я понимаю, что неприличное слово такое, не эфирное слово, но я так понимаю, что он в определенном смысле как-то задолбал руководство УФСИНа своими жалобами. И более того, не просто жалобами, а жалобы, которые, собственно говоря, являются выигрышными. Он добивается соблюдения законности и так далее по всем позициям. И, простите, и вот за это надо наказывать? Но это же банальная месть, банальная, скучная, гнусная. Это неприлично. Это, на мой взгляд. Вот. А может быть, действительно они говорят, кроме слов того, что есть информация, что он хотел возглавить вот это вот движение неповиновения, движение сопротивления. Какие-то реальные данные есть. Вот, на мой взгляд, реальные данные — это каждое движение сопряжено, жалоба в прокуратуру, ожидание ответа, решение. Вот. Вот. Какая-то информация детальная есть, что он там с кем-то договаривался, там, еще что-то. Вот. Нет, у меня такой информации нет, поэтому я не смогу вам пояснить. Ну, вот сотрудники, которые работают с Лузянином, они-то говорят, ну, вы понимаете, просто вот картинка, которая нарисована представителем ОФСИН, просто Лузянин — это, знаете, какой-то гиперзлодей. Это такое, знаете, человек, которого вообще изолировать надо. Причем изолировать от людей, осужденных к общему режиму, причем надо изолировать на территории людей, осужденных к особому режиму. Что это? Что происходит? Понимаете, ведь невозможно говорить о том, что это стечение обстоятельств, это еще что-то. Уже невозможно говорить. Есть уже, отслеживается некая система, некое движение активное, противодействие активное, движение против вот этого осужденного персонажа. Вы-то как к этому относитесь? И вы теперь на каждый чих вот вы будете ездить, отбивать. А если вам скажут, вот эти вот лезвия законные, он так и будет находиться пять месяцев на территории колонии особого режима? Мы очень надеемся, что все-таки это не произойдет, а его переведут в соответствии отбывать наказание в то учреждение, где он должен отбывать наказание, да, то есть колонии общего режима. Но оппозиция, я считаю, что учреждение как раз она связана с тем, что Сергей Евгеньевич занял очень активную позицию по отстаиванию как раз вот закона, закона и прав себя и осужденных. Я могу предположить, что если бы позиция была менее активная, то может быть и такого количества наказаний не было. Но Сергей Евгеньевич, он принципиальный человек. И если он видит, что действительно есть нарушения, он не может быть в стороне и, соответственно, вот... Ну, напомню, у него, по-моему, есть юридическое образование, что позволяет ему грамотно составлять исковые заявления, там требования и так далее. Ну что ж, я желаю вам успехов в вашем абсолютно нелегком труде, с абсолютно нелегким вашим, наверное, это все-таки клиент, ваш подзащитный. Ну что ж, я думаю, что мы будем держать наших радиослушателей в курсе, потому что сегодня действительно началась активная проверка. И вот Сергей Носков сегодня как бы вот поехал в шестую исправительную колонию для того, чтобы руководство УСИН убедилось, что заключенные и осужденные к общему режиму находятся на территории колонии особого режима. Наталья Аркадьевна, большое вам спасибо. Было очень интересно. Держите нас в курсе, потому что такие истории скандальные, такие все время скажут, зачем ты, Лена, это делаешь? А я делаю это для того, чтобы мне все время гложет мысль. Потому что каждый из нас с активной жизненной позицией может оказаться на месте Лузянина. Чего нашим радиообслушателям я не желаю. И на этой фразе я со всеми прощаюсь. Спасибо и до свидания. До следующего понедельника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!